Семь советов, как прекрасно выглядеть в рубашке. Сегодня я поделюсь с вами информацией, используя которую вы всегда будете уверены в том, что выглядите просто изумительно. Вы будете себя отлично чувствовать, комфортно, потому что это просто магия. В каждом из этих пунктов я буду рассказывать некоторые детали, но если вы хотите больше, переходите на статью к этому видео. Я оставлю ссылку в описании. Первый совет. Она должна идеально сидеть по фигуре. Это главное. Сперва посмотрите на плечи. Убедитесь, что рубашка здесь сидит. Особенно если вы покупаете ее в магазине. Это очень трудное место для подгонки. Далее убедитесь, посмотрите на грудь. У вас должно быть 2-5 сантиметров свободного места. Если вы парень побольше, берите больше. Если вы меньше, то и чуть меньше. Теперь смотрите на торс. Это самое простое место для подгонки. Порой достаточно просто правильно заправить, убрав лишнее. Здесь вам нужно около 5 сантиметров свободного места. Если больше, то уже возникнут трудности. Поймите, что портной не сможет исправить все. Он может укоротить рукав, но не сможет изменить их диаметр. Если вы покупаете слишком большую, и рукава гигантские, безразмерные, такая рубашка никогда не будет выглядеть хорошо. На это стоит обратить внимание, чтобы рубашка сидела идеально. Покупая в обычном магазине, меряйте их, чтобы они насколько возможно подходили вам. Хотя практически все, что покупается с полки, требует подгонки. Также можно сшить на заказ. В таком случае будет стоить дороже, но приглянитесь к этому, сколько плюсов. В этом видео я проверил Тейлор Стор. И что еще мне понравилось, помимо великолепного интерфейса, то что у них есть гарантия, что рубашка вам подойдет. Вот вторая рубашка. Я обожаю эту ткань, этот дизайн. А вот самая первая рубашка, которую я сделал. Я совершил ошибку. Я сделал рубашку немного короче. Мне сообщили, что нужно немного исправить, к чему нужно было прислушаться. Она оказалась узкой в груди и недостаточно длинная. И они бесплатно переделали мне рубашку. Я просто проверял их сервис. Они не знали, кто я. Они отлично справились. И они сказали мне, на очереди еще три ваших рубашки. Они немного малы. Вы уверены в размерах? Какой хороший сервис. Но когда вы шьете на заказ у портного, будьте уверены в том, что чего вы хотите, шьется только одна вещь. И это касается пиджака, штанов, всего. Будьте готовы. Второй совет, чтобы выглядеть изумительно в рубашке, сфокусируйтесь на ткани. Итак, если вы покупаете рубашку в магазине, обратите внимание, чтобы эта ткань дополняла ваш гардероб. Мы говорим как о белой, о голубой, так и о разных других расцветках. Что касается меня, я обожаю темно-синие рубашки. Просто это не супернарядно, но я могу спокойно ее надеть. Она сочетается с большинством вещей из моего гардероба. Это главная вещь. Вы также можете строить образ вокруг основной вещи. Пусть это будет белая рубашка, светло-голубая. Стоит придерживаться достаточно консервативного гардероба. Создайте основу, а затем смотрите... Это важно, друзья. Смотрите, что вам нужно надеть. Посмотрите, что вы носите, что лежит в вашей сумке, что чаще всего берете с собой в дорогу, и вы можете копировать это. Делать небольшие изменения в ткани, много вариантов. Если вы определились, что вам нравится светло-голубой, в таком случае можно выбрать с рисунком елочкой, или же саржевого плетения. Может, что-то маленькое на расстоянии, кажущееся голубым. А это белая рубашка с очень маленькими голубыми точками. Тут есть где разгуляться. Тканей много. Вокруг этого вы можете построить свою основу в гардеробе, и уже сможете применять просто восхитительные рисунки и цвета. С этим будет немного труднее, если вы покупаете в магазине, потому что зачастую они хотят продать так много, сколько это возможно. А вот на заказ, вот здесь можно не переживать. Третий совет, как выглядеть шикарно в рубашке. Обратите внимание на воротник. Убедитесь, что это отлично выглядящий воротник, который не развалится. Тот час, когда я беру в руки воротник, я смотрю под него и вижу сменную подкладку. Она говорит мне, что это качественная рубашка. Есть рубашки порядочного качества, но без такой сменной подкладки. Но я рад, когда ее вижу, потому что она позволяет мне поправлять воротник, и придает, по моему мнению, гораздо лучший вид. Вам также стоит обратить внимание на стиль воротника. Может, это классический воротник, созданный, чтобы носить с галстуком. Если вам не нравится носить галстуки, не берите такой воротник. Вместо этого возьмите свободный. Свободный также сочетается с галстуком. Но что мне нравится в нем, он круто смотрится, когда вы без галстука. Опять же, так выглядит гораздо лучше. Кроме того, с ним могут быть проблемы. Вы не увидите его на пошиве у большинства фабрик, делающий большие партии, потому что он подходит не всем. Он не подойдет тем, у кого круглая форма лица. Но если у вас лицо нормальной формы, или более тонкое, такой воротник здорово будет смотреться. Следующее, на что стоит обратить внимание, это пропорции. Особенно, если вы низкий парень, или очень высокий. Вам нужно посмотреть на себя в зеркало, и на размер воротника. Если вы 160-165 сантиметров, скорее, вам стоит пошить на заказ, тот, у кого будут малые пропорции. Четвертый совет, как выглядеть неотразимо в рубашке. Обратите внимание на рукава. По моему мнению, рукава не так важны, как воротник. Когда вы надеваете пиджак, угадайте, что можно увидеть. Видна эта область, и край вашего рукава. А также, вы можете немного позабавиться. Если вы покупаете в обычном магазине, вариантов не так много. Хотя, вы можете найти, например, французские рукава, или, может, разные виды манжеток. Но на самом деле, я люблю шитые на заказ. Так вам могут сделать манжеты с двумя пуговицами, разные вариации французских рукавов. И да, вы можете носить французские рукава без пиджака. Так вы добавите изюминку вашей рубашки. Пятый совет, обращайте внимание на пуговицы. Посмотрите на пуговицы на моей рыбашке. Видите, каких темный цвет сочетается с самой рыбашкой. Представьте, если бы они были белыми, перламутровыми. Просто поменять цвет этих пуговиц, и получится абсолютная разница. Шестой совет. Сфокусируйтесь на качественной составляющей рубашки. Вот несколько вещей, на которые вам нужно обратить внимание. Я уже говорил о воротнике рубашки. Про съемную подкладку. Это отличный индикатор качества. Но также, посмотрите на внутреннюю сторону рубашки. Нужно увидеть стежки. Около 10 на сантиметр. Нужно убедиться, что нет торчащих ниток. Иначе подобные вещи говорят о плохом качестве. Означает, что производители недостаточно внимания уделяют изнанке. Посмотрите на пуговицы, чтобы все держалось нормально. Что они прочно пришиты. Также посмотрите, чтобы были дополнительные пуговицы на рыбашке. В случае, если вы оторвете или потеряете парочку. Посмотрите на ткань. На ней не должно быть потертостей. Чтобы не была порвана. Обратите внимание, чтобы она не была перешита. На строчки за пуговицами. Нападал рубашки, чтобы не было заплаток. Обращайте внимание на все эти детали. Потому что, если производители обратили внимание на эти мелкие детали, то что уж говорить о фабриках и работе службы пошива. Заключительный совет. Номер 7. Создавайте свой наряд по рубашке и вместе с ней. Для этого вам нужна практика. Надевайте ее с теми вещами, которые придают вам славные чувства, уверенность. Вот как, например, я. Как я и сказал, я обожаю темно-синие рубашки. Эта рубашка в мелкий горошек, просто усыпана точками. Это немного отличается от того, что я обычно ношу. На мне темная пара джинсов. К ним я надел прикольный темно-коричневый ремень. Пару темно-коричневых ботинок, которые я люблю. И также сюда отлично подойдет этот пиджак. Он немного ярче. Определенно привлечет на себя внимание. Смысл в том, чтобы вы практиковались в ношении рубашек. Надевайте при выходе в город, научитесь носить их с удовольствием. Как я всегда советую, бери меньше, носи больше. Чувствуй себя замечательно каждый раз, как надеваешь все вместе. Ну ладно, господа, это все. Надеюсь, вы что-то подчеркнули для себя из этого видео. И сможете использовать эту шикарную скидку, которую я вам даю на Тейлор Стор. Как я и говорил, я на самом деле горжусь, что я работаю в бизнесе. Потому что я ношу собственную одежду. Я убеждался всякий раз, я понимаю, как тяжело вести бизнес. Я рад, что могу предоставить вам такую скидку, что вы можете воспользоваться такого рода сервисом, который я проверил. Друзья, на этом все.